Друзья, сегодня я попросил Стефана по вашим многочисленным вопросам рассказать о гаджетах, конкретно о пульсометрах, как они правильно называются. Есть ли в них смысл, как с ними работать, если смысл есть, ведь не каждый может позволить себе дорогостоящую лабораторию. А насколько я знаю, такие приборы, сейчас современные, помогают вам постоянно находиться в режиме мониторинга самого себя за довольно-таки доступные деньги. Стефан расскажет, какие он считает самыми лучшие и почему мы всегда об этом говорим. Я хочу напомнить вам, что Кайзер Университи занимается самыми последними научными разработками в сфере спорта, всем, что с этим связано. Закупает, старается современные приборы, тестирует их, как-нибудь Стефан расскажет, может, в отдельном видео, что работает, что не работает. Занимается изучением исследований, которые не выкладываются в общественный доступ, который можно купить только отдельно. Кстати, про исследование тоже нужно отдельное видео, наверное, будет сделать. Но давайте вернемся к нашим баранам. Стефан, расскажи, что ты считаешь по поводу вот этих приборов. Вышли в свет две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия «Фак фитнес». Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором. Если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться. Чтобы не навредить себе. И самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенька за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье. Привет, друзья и ученики. Я снова в гостях у Стефана в Кайзер-юниверсити. Всем привет. Кто еще не знает, если вдруг есть такие люди. Стефан является профессором, он сам спортсмен. Он также сотрудник лаборатории Виктора Николаевича Силуянова. Был учеником Виктора Николаевича, работал совместно с Виктором Николаевичем. Также Стефан 8 лет подряд был одним из главных тренеров American Top Team. И является также консультантом сайта fit.samba.ru. Обращаю на это ваше особое внимание. Заходите на этот сайт, найдете очень много полезной информации. А вообще, кто хочет больше знать, наберите в гугле Стефан Диез и почитайте, чтобы вы понимали, какого уровня человек, какими знаниями обладает. Именно поэтому я стараюсь как можно больше этих знаний получить сам и поделиться с вами. Здравствуйте всем. И сегодня мы хотим сказать про пульсомет и все приборы, которые измеряют сердечные сокращения. Один, который очень мне нравится, это Polar. Polar это из Финландии. Если вы посмотрите, в начале карьеры Виктора Николаевича, он сползовал Polar примерно всю его жизнь. Ему очень нравится, поэтому он сказал мне, я начал тоже сползовать, потому что очень удобно, аккуратно. И теперь не очень дорогие вещи. Не очень дорого. Раньше было дороже, теперь не очень. А разница между пульсометром, который идет в руках, и который идет... Вот такой, на грудь. На грудь. Великая разница. Великая разница. Я даже в конце следующего, прошлый год, я сделал вебинар. Я там вебинар через American College of Sports Medicine и Polar People. Это ребята из Polar сам. Они сами сделали. Приезжали сами, да? Они сами сделали. Нет, это был вебинар в интернете. И там я пошел, дали сертификат. И что сказали? Конечно, они не хотели сказать плохо, потому что они должны продавать вещи. Но они сказали, что который идет в груди, сами аккуратны. И даже полар... Точный, точный, наверное. Более точный, более точный, да? Если у тебя есть в руках, есть проблема, когда человек имеет кожу, такой-то толстую кожу, либо процент жира такой-то побольше, и поэтому не получает очень точный результат. Два версии, которые я могу сказать вам полезны. Это называется H7. От Polar, да? От Polar. Он Bluetooth. Он связан с... H7, наверное, стоит 50-60 долларов в интернете. Можно связаться с Polar. С App, App бесплатно. А ты можешь посмотреть частота средних сокращений, частота максимальных сокращений. Ты можешь посмотреть, сколько калорий ты тратил. Ты можешь выбирать, какое упражнение тебе будет сделать. Это было упражнение на силовые упражнения. Ты можешь на бега, ты можешь на ходьба. Ты можешь несколько упражнений, он будет считать калорий побольше. сколько времени ты был под нагрузкой под нагрузкой в это занять он должен сделать график тоже сделал график и это тоже бесплатно есть polar flow потом на компьютер ты можешь посмотреть и дальше gps и по улице там осмотр даже вернуться можно в точку от которой убежал повернуться и можно и каждую неделю каждый месяц как угодно хочешь посмотреть прибор который я использую похож на и g7 но это и g10 10 модель это сами последний он стоит чуть-чуть подороже 85 долларов но зачем очень хороший почему потому что я могу работать с сотовой либо без сотовой он сохраняет маленький штука здесь в конце я могу нажать вот этот и она отправляет сигнал для этот датчик что объем сохранил все информации и это я использую для чего у меня запомнил я тренирую ссин рубинс баррикелу он а был формула 4 теперь будет usf 2000 формула usf 2000 в америка формула 2000 и нельзя чтобы он ссор был а как можно смирять поставить после формы формы и у нас сам сохраняет а потом в конце дата можно посмотреть на высоту в конце занятий приходишь и поставь тоже а можно в воде и плавание уэкборд футбол баскетбол хоккей все просто поставь сюда я даже вижу жить уже тренировал сюда поставил рэш-гард после и потом кимуно и и он был на место и сахани посмотрел все все занятий там какомат тоже полезно это поурифтером бодибилдером партнер сегодняшнего выпуска и не но нортро друзья это гармошка высокой степени очистки а вы знаете что чем выше очистка тем меньше привыкания тем меньше вырабатывается антител тем дольше вы можете с пользой принимать данный препарат все ссылки на сайт и другие источники будут в описании данному ролику и не забудьте по промо-коду хэви металл вы получите 10 процентов скидки это не очень полезно для не неплохо конечно потому что уже когда пауэрлифт и что действует больше же с вес интенсивно мы работаем другие показатели это все которые связаны с и венослого все которые игра в виде спорт и все которые должен посмотреть средний сокращение сердечные сокращения и максимально чтобы определить зона которым он работает это очень важно в следующий виде мы будем потом сказать как можно посмотреть вариативность heart rate variability а этот а другой видит тоже другой об который можно использовать и чем дает нам и как мы можем определить этот показатель а все-таки наверное еще полезно и бодибилдерами тяжелоатлетами пауэрлифтером то что он показывает фазы с надо как ты спишь восстановился и насколько ты восстановился ты можешь примеру не чувствовать этого но у тебя не полное восстановление у тебя серьезно и просто хотим сказать что для борьбы для пауэрлифты можно чтобы ты знал сколько калорийки трачу потому что тоже важно и тем более надо ли а для ку туристы уйдет и близко к соревнованию хочет похудеть чтобы потерять жировым амин и что кому тратил на такие-то карди трениров которые сделали именно для для сжигания жира поэтому пока показывать никакой зоны определяет и поэтому полезно и он будет вам лифте хоть там когда вы выходите из зоны вашей конкретной дай показали сон поэтому друзья насколько бы не был крут apple со своими часами или другие часы они в принципе бесполезны по сравнению с и если ты работаешь меня есть еще два ученика я не работа один с пола а другой совсем apple дороже стоит и дороже в десятки раз 10 раз примерно и в принципе для спорт не очень хорош почему начал сприт сделал показываю сразу показываю на экране как человек делает а второй надо думая 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 уже чистота среди согрешение уже по до примерно на 15 процентов пока не считал не дал сумму а так ты можно и снова и сделать интервально тренировка не ты знаешь конкретно а какому достиг поэтому для обычные люди которые не занимаются профессиональный спор нормально пусть они используют но это больше как сотовый чем как прибор который определяет свои способности просто дополнительная функция дополнительные функции а есть гармин гармин это тоже хороший гармин именно для велосипедиск тоже на сайкл на велосипед гармин есть несколько функций с gps гармин хороший тоже штука который который на грудь так что если вы нацелены на результат вам все таки необходим такой прибор для того чтобы мониторить постоянно свое состояние здоровья отслеживать вашу тренированность и понимать когда вы на каком пике находитесь девушкам проще там по своим циклам они могут понимать в какой фазе они находятся когда можно тяжело тренироваться когда нет а мужчине все-таки нужно отслеживать это по показателям приборов надеюсь вам было видео полезно друзья не забывайте что если у вас есть вопросы для стефана пишите их под видео и в следующий раз мы обязательно на самые интересные ответим всем пока давай скажи а я за кадром это вот кайдер университи здесь сзади эта школа орландо частная которая работает с институтом тоже много различных направлений там тренажерный зал сзади вот футбольное поле где дети бегают сегодня у нас зима сейчас вот как вы видите так вот очень холодно что аж потеешь и мы вот идем после того как записали для вас видеоролик идем уже в здание университета запишем еще пару роликов с ответами на ваши вопросы не пропустите друзья